МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодный отчёт главы администрации Славянского района о социально-экономическом развитии территории в ушедшем году – важное событие в повестке работы власти муниципалитета. Ведь все большие и малые изменения, которые происходят в районе, делаются для создания комфорта жителей. Потому и давать оценку этим делам должно население, представителями которого являются депутаты совета. 21 марта 2019 года сотни славянцев, неравнодушных к судьбе своей малой родины, пришли в городской дом культуры, чтобы присутствовать во время отчёта главы района. По традиции, подвели итоги работы по социально-экономическому развитию муниципалитета в 2018 году в формате открытой сессии районного совета, предварила которую выставка-ярмарка местных товаропроизводителей. Они вносят значительный вклад в процветание района, и являются основой экономического роста территории. Такие компании, как «Славпром», «Славянский консервный завод» – настоящие гиганты, продукция которых хорошо известна далеко за пределами Славянска. В их числе и компания «Националь Агра». Каждый четвёртый килограмм риса выращенного в России – это рис нашей компании. В нашей компании здесь продукция только «Славянский»? Нет, «Славянский», «Красноармейский», «Калининский», «Крымский» районы. Конечно, «Славянский» район. Не отстаёт от крупных и предприятия поменьше. «Славянский завод тротуарной плитки» на местном рынке работает уже не один год. Его продукция востребована населением. Благодаря ценовой политике компания получает не только частные заказы, что способствует её экономической стабильности. Работаем мы с муниципальными заказами, то есть и городская, и также районные, сельские поселения с нами сотрудничают. Сейчас идёт благоустройство улицы Ковтюха. Всё это идёт в нашей продукции. Всё увереннее на рынке себя начинают чувствовать и небольшие производители сельхозпродукции. Помогает им в этом государственная поддержка, которой аграрии активно пользуются. Поддержка идёт со стороны государства очень огромная. И на местном уровне нам помогают, и краевая власть помогает, законодательное собрание края. У нас в регионе давно действует программа по поддержке малых форм хозяйствования. Вот первые результаты для нашей семьи стало выращивание редиски в этом году. В прошлом году я стал получателем гранта, как глава крестьянско-фермерского хозяйства. В Славянском районе единственный в прошлом году получил грант. Построили теплицу, пять соток теплицу. Теперь мы будем производить продукцию не только ранневесеннюю, как здесь представлено, но у нас будет круглогодичное производство овощей. Власти Славянского района ведут большую работу по поддержке бизнеса. В ходе осмотра выставки депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский отметил, что в Кубанском парламенте рассматривается вопрос продвижения небольших производителей и мастеров прикладного творчества. Одной из площадок развития могут быть придорожные ярмарки, которые стали неотъемлемой частью главных транспортных маршрутов края. Переоценить значение каждого из предприятий, ведущих свою деятельность в Славянском районе, невозможно. Ведь именно благодаря их труду район добился тех показателей роста, которые в своем докладе на сессии отметил Роман Синеговский. Результатом мониторинга эффективности деятельности органов местного совправления городских округов и муниципальных районов Славянский район входит в пятерку лидеров среди 37 районов края. По показателям экономического развития и организации муниципального управления мы занимаем третье место. Энергетической эффективности – седьмое место. Социально-культурная сфера – тринадцатое место. В комплексной оценке городских округов и муниципальных районов края по основным среднедушевым показателям социально-экономического состояния Славянский район занимает шестое место в своей группе из 15 муниципалитетов. Точкой активного экономического роста выступают предприятия района, на которых происходит наращивание собственных мощностей. Это позволяет повышать уровень заработной платы работникам, создавать дополнительные рабочие места и наполнять бюджет района и края. А как следствие, даёт возможность власти интенсивно развивать отрасли социальной сферы и создавать комфорт в городе, станицах и хуторах. Активную помощь в этом развитии оказывают депутаты Государственной Думы и Законодательное собрание края, содействуя реализации таких крупных проектов, как капитальный ремонт объектов социальной сферы, который в 2018 году сделан в детском саду Коржевского сельского поселения и Петровской участковой больницы за счёт средств депутата Госдумы Ивана Демченко, а также ремонт дополнительного здания начальных классов в 18-й школе города, сделанной при поддержке депутата ЗСК Виктора Чернявского. У нас ещё пять классов начальной школы перешли в первую смену. Оборудование, можно сказать, шикарнейшее. Всё новое, всё, по последнему слову техники, обеспечены вот эти классы, особенно полностью, там почти на 7 миллионов оборудование закупили. В этом же здании у нас открыт кабинет технологии. Виктор Васильевич Чернявский нам помог купить кухонную мебель. И гарнитур прямо красота теперь в кабинете. И дети у нас теперь готовят, учатся готовить с удовольствием. Проблем с технологией нет. И кабинет ОБЖ оборудовали, и специальный кабинет открыли. Ну и, конечно же, разгрузили нашу школу, это много значит. Поддержку власти чувствуют и другие отрасли социальной сферы. Руководители нашего района всячески помогают развитию нашей отрасли, конкретно спорту, то есть вовлекают массу людей, помогают строительством объектов, улучшают инфраструктуру спорта. И для этого наше население занимается спортом всё больше и больше. Много объектов было построено и отремонтировано в Славянском районе благодаря участию в краевых и федеральных программах. Так в городе и поселениях появились новые парки, скверы и дворы. Ремонтировались дороги, тротуары, уличное освещение и сети ЖКХ. Уже совсем скоро, к 1 сентября 2019 года, откроет свои двери новая школа в городе. Все эти изменения жители видят и оценивают положительно. Для Славянского района и для города Славянска на Кубани ощущаются изменения с каждым днём. С приходом весны наши улицы преображаются. Очень много новых скверов, парков появляется. В новом учебном году славянцев ждёт новая школа, которая будет радовать взглядом, будет радовать новыми успехами. И, конечно же, для выпускников нашего вуза с педагогическим образованием появятся новые рабочие места, что очень важно. Завершая отчёт, глава района поблагодарил за совместную работу общественников, всех жителей, которые неравнодушны к судьбе района, ветеранов войны и труда за их поддержку и мудрые советы команду глав поселений и депутатский корпус. От имени актива района выразил слова признательности губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, председателю ЗСК Юрию Бурлачко. Практика такого отчёта главы района даёт возможность не только рассказать о том, что сделано, но и сверить свои действия с мнением актива муниципалитета, получить оценку депутатского корпуса, жителей и совместно обозначить задачи, которые предстоит решать уже в этом году, отметил Роман Синеговский. По окончанию доклада присутствующие задали главе свои вопросы. Роман Иванович, в вашем докладе прозвучала речь о мерах социальной выплаты медицинским работникам. Вот скажите, пожалуйста, будет ли эта поддержка сохранена в 2019 году? Это очень важное направление. Мы сегодня действительно укомплектованы врачами. Чуть больше 50%, хотелось бы большего. Поэтому все меры поддержки, которые использовались в этом году, все не сохранятся, потому что есть действительно желание, чтобы улучшать наши показатели по количеству наших врачей. Вот у меня сын занимается единоборствами, как и много других детей, которые любят эти виды спорта. Зачастую группы переполнены, и получается, что ребята занимаются параллельно с другими видами спорта в одном помещении. Я вот слышал, что в других районах планируют строить целые центры для занятий единоборствами. Скажите, у нас планируется что-то в этом роде? Начинает работать новая программа по строительству малобюджетных комплексов, именно единоборства. Значит, проект порядка 40 миллионов рублей, три зала, тренажерный зал, трибуны. Поэтому наша задача выполнить проект, и я надеюсь, мы уже место присмотрели на нашем стадионе, есть хорошее место. Поэтому надеюсь, что подготовим проект, и в следующем году войдем в программу и построим себе тоже такой объект. В работе 45-й сессии совета приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Капайгородский, депутаты Законодательного собрания края Виктор Чернявский и Жанна Беловол. Заместитель губернатора отметил грамотную бюджетную и социальную политику районной власти. Умение главы района организовывать эффективную работу команды. Мы команду во главе с Романом Ивановичем депутатского корпуса всех жителей, всех активных жителей, начиная от отцовцев, от депутатов, от наших уважаемых квартальных, от казаков, от всего правоохранительного блока. Мы видим, какая слаженная команда работает. Наверное, уже не так давно Роман Иванович запустил тот механизм, правильный механизм, такую машину правильную, которая двигается, которая объединяет, сшивает вот такой ниткой патриотизма весь район, и весь тот результат, который был и в фильме, и в слайдах, и в докладе Романа Ивановича, говорит о том, что действительно район один из опорных, на который опирается наш губернатор. Депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский подчеркнул, что все весомые результаты в работе районной власти за отчетный год достигнуты благодаря общему стремлению власти и населения трудиться на процветание Славянского района. Опора на ТОСы. Это очень мощный такой резерв. И спасибо вам за поддержку. И, может быть, самые свежие сведения сегодня заседание комитета профильного заказа на собрания края, который на сессию на ближайшую выносит результаты конкурса по ТОСам за 2018 год. Среди занявших первое место – это ТОС номер 3 Славянского городского поселения командира САЧа Валентина Васильевна. Среди вторых призеров – ТОС поселка Целинова и его руководитель Собянина Ирина Ивановна. И ТОС поселка Целинный, руководитель Кошель Наталья Евгеньевна. Это не просто победа, это еще привлеченные дополнительно, соответственно, 500, 300 и 200 тысяч рублей на благоустройство территории ТОСа. Депутаты районного совета высказали положительные отзывы о работе исполнительной власти района в 2018 году. Завершающей частью сессии стало торжественное вручение благодарственных писем губернатора за активное участие района в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в октябре 2018 года. За высокие производственные достижения, за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие ветеранского движения. А также заместитель губернатора вручил главе Кировского сельского поселения Евгению Леонову медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. Получить такую награду очень почетно, но Евгений Владимирович считает, что это не только его личная заслуга. Безусловно, это делалось не только районной командой, а и краевой командой, потому что те задачи, которые ставил губернатор и руководитель района, были нацелены для того, чтобы делать что-то доброе, нужное для людей. Мы старались вместе с ними это делать. Немногим ранее к Международному женскому дню такую же медаль губернатор Кубани вручил главе прибрежного сельского поселения Татьяне Сайгановой. Я считаю, что награда – это результат работы всего коллектива. Это не только моя заслуга. Поэтому, да, наверное, такое радостное, что оценили труд, что все как бы не зря. Но это результат работы коллектива однозначно. Медаль, вот, это вот еще, будем говорить так, еще авансом на следующее, на будущее. Вот, поэтому подвести уже, ну, невозможно. Вот, надо стремиться к лучшим результатам. Поэтому, ну, мы как все руководители, мне хочется, чтобы коллектив занял первое место и в тех конкурсах, которые проводятся. Вот, это накладывает определенную ответственность. Не подвести, не подвести главу района, губернатора, поскольку из рук губернатора награда получена. Ну, и, конечно же, потому что район, вот, принял такое решение. Я всем благодарна, я очень благодарна, конечно. Из достижений каждого жителя района складывается успех всего муниципалитета. А совместная работа – залог стабильности, развития и результата.